Посланник Аллаха, алейхиссаляту ассалям, сказал «Воистину, дела оцениваются по намерениям, и каждому достанется то, на что он намеревался. Так, чье переселение было к Аллаху, его посланнику, алейхиссаляту ассалям, то его переселение будет к Аллаху, его посланнику. А тот же, чье переселение было ради мирского, которое он получит, или женщины, на которой он женится, то его переселение будет к тому, на что он намеревался». Другими словами, пророк, алейхиссаляту ассалям, объясняет нам, что в конце концов награда за любое действие зависит от намерения, которое было туда вложено. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Поистине, есть в теле кусочек плоти, который, будучи хорошим, делает хорошим и всё тело, а когда приходит в негодность, то портит и всё тело, и поистине это сердце». Я не говорю только лишь об органе, который гоняет кровь. Это чувство, которое ты ощущаешь в своей груди. Когда кто-либо делает что-то неправильное, он ощущает, что поступает неправильно. Люди вокруг могут не заметить этого, но сам человек это понимает и ощущает. Именно эти ощущения внутри являются сердцем, о котором говорил пророк, саллиллаху алейхи вассалям. Когда ты делаешь благое и ощущаешь это внутри, то, иншаллах, твоё сердце добродетельно. Есть много людей, которые со стороны показывают, что у них всё хорошо. Они хорошо говорят, одеваются так, как повелел им Аллах и как обучил их посланник Аллаху алейхи салляту вассалям. Они совершают поступки, за которые их все хвалят. По-настоящему совершают поступки, за которые полагается рай. Но есть проблема, которая происходит в наше время, время лжи. В это время обмана, шайтана, в эту эпоху даджаля. У нас так много испытаний. Так много путаниц в СМИ, в социальных сетях и в том, как мы получаем знания сегодня. Проблемы в поведении, во взаимоотношениях. Шайтан нанёс урон многим молодым мужчинам и женщинам, пытаясь приукрасить их плохие поступки так, чтобы они казались хорошими, а также, чтобы благие поступки казались плохими. Более того, шайтан поражает сердца соблюдающих мусульман, подталкивая их к показухе. Можно стать популярным или получить выгоду, показывая всем, какой ты религиозный, как много знаешь и как усердно молишься. Человек начнёт восхищаться сам собой, и шайтан будет продолжать ковыряться в его сердце, пока не разрушит всё, что было. Всевышний Аллах говорит в Коране, «О верующие, ответьте Аллаху и посланнику, когда Он призывает вас к тому, что оживляет вас. И знайте, что Аллах может установить преграду между человеком и его сердцем, и к нему вы будете собраны». Если действия и намерения человека совпадают в благом, то он преуспел. Однако, если намерения противоречат совершённым благим делам, то все благодеяния этого человека тщетны. Этому и стремится Иблис. Он поклялся Аллаху в этом. «Я обязательно введу их в заблуждение и внушу им пустые мечты о долгой жизни, за которой не последует воздаяние. Я прикажу им обрезать уши у скотины перед жертвопроношением во имя идолов. Я прикажу им изменять творение Аллаха. Кто взял шайтана в друзья и покровителя вместо Аллаха, тот, без сомнений, сильно проиграл». Субтитры создавал DimaTorzok